зачем пришли скажите это правда очень интересно потому что сейчас мы будем формировать что-то вроде небольшого запроса этой встречи для чего иначе какой смысл просто прийти поболтать смысл жизни можно и так а можно так уйти с какими-то знаниями интересными своими для себя именно для каждой для себя это что много прикольнее на новый будет лучше есть такие правила у нас незыблемые правила да то есть прежде чем хочешь сказать что-то скажи свое имя потому что все забывают говорить о себе тоже так удивительно все мы ждем чтобы нам что-то пришло мы забываем говорить о себе ко мне когда пишут ватсап или прочее здравствуйте мне нужно там вот это вот это вот это когда зовут то вот как кому нужен где вот этот кому нужно поэтому имя второй момент телефона мы отключаем на беззвучку до чтобы и в этот еще одно такое постоянное правило это здесь в этом кругу все друг другу говорят ты все вот эти вот моменты да что я не привыкла я там вот такая воспитанная что мне нужно вот так вот всю жизнь учили это разговоры мозга а разговоры мозга они здесь они не имеют места быть и начнем зачем пришел гей интересно позвали класс это как правило женщины делают у нас пойдем тебе надо понятно какой-то какое-то колесо уже пришло достало интересно хорошо здорово ребята зовут сегодня совпало и время и желание слава богу да какое счастье и книжку такую да здорово если есть какие-то личные как раз приходит какая-то информация здорово марина но тоже позвали друзья любопытство именно слуху интересно просто слава бог катя позвала подруга наша в принципе начался осенняя хандра захотелось стряхнуться дом работа дом работа здорово здорово роман всем здравствуйте дай на двух тренингов и скажем так нашел ответы на вопросы которые сейчас пришел получить опять же ответы на вопросы пусть и как жить в радости сейчас на дуру маша маша такой маленький боец такой прям все я никогда было 16 лет я всегда думаю все люди же думают что у них все плохо и у них всегда это сбывается и почему же не думаешь что все хорошо и и вот это вот мне привело сейчас сюда наверное пришла я сюда чтобы чтобы поделиться с моей подругой катей и за всеми остальными чтобы и единомышленников которые я хочу чтобы становилось больше и больше мы вместе кайфовали потому что я действительно очень много получила открытий это просто нереально а то что как быть настоящей я для себя поняла что невозможно быть идеальной какой я хотела всегда быть настоящей настоящей спасибо одна из организаторов потому что поняла смысл у меня сложились определенные моменты почему это тренинг растянулся на весь год да что получили от этого последнего тренинга металя спрашивает как ты себя чувствуешь я говорю так вдохновлено возбуждена радостно непонятно то это не как-то я сейчас даже не вспомнила как-то говорит я сматерюсь потому что да как мы материться не надо ну как-то матершина и короче она сказала то же самое только наоборот как когда ее маяк пассивно а какой-то пофигический шкуроход что-то такое типа да что-то вроде делается и надо делать и тебе пофиг и самое главное что это все само делается да самое прикол все в этом что делается сама привыкаешь к этому состоянию такого волшебства какого-то присутствия что напрягаться это в принципе надо просто посмотреть на себя там радоваться кайфовать отдавать тепло близким людям это вообще прикольно все как-то на теории все это знаешь да на теории все понимаешь к этому стремишься это делаешь там да 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 все стараешься это делать а когда это само все делается это по-другому кайфи к кайфой вот и поэтому так же как у ты мария на тренингах видишь в основном одни и тяжелиться один-два человека ну я понимаю прекрасно людям страшно что-то неизведанное что за это деньги платить 10 тысяч 10 тысяч это несовместимые просто понятия я была на тренингах на которых сто тысяч надо отдавать они не дают той ценности которые когда тебе на больших тренингах говорят вот ты осознала свои установки ну осознала теперь борись с ними достигай а что с ними делать непонятно они тебя душат на тебя надавливают налетают и с ним постоянно борешься зато ты знаешь свои установки ну бред здесь на это на этих тренингах мы просто вытаскиваем эти обиды те которые нам не дают дышать спокойно там ровно творить любить те забирают которые много энергии на то чтобы бороться да не бороться а сделать вот красивый да себя показать я же не раздражительный директор я же нельзя раздражаться да мама тут меня отпустили с работы и сказали так директор иди домой у тебя сегодня выходной даже я такими какашками кидалась я ну поймала и не то что это постоянно надо в этом находиться принять просто себя как в раздражительной тоже как роль определенную так у меня много что пришло и осознание меч с детства привалило ко мне но интересно поэтому дохода поделиться чтобы люди знали что это безопасно это комфортно тренинги проходит очень легко комфортно нету никаких там скручивания моментов да очень мягкие энергии сейчас все по-другому поэтому для здесь для того чтобы поделиться и рассказать что безопасно приходите как включать себя в новую жизнь и убирать все свои ненужные программы установки которые убеждения детские убеждения убеждения которые родители нам положили очень много чего интересного вообще с каждым после каждого тренинга вот я вчера понедельник хотела рассказать историю после какого тренинга что я в себе прибавил целостность себя познаешь себя где когда ногу лампы светит не раздражайся ты директор я директор вместе пишут я не смогла вспомнить где на каком тренинге что именно потому что все это приобрело целостность и понимание почему я так реагировала почему вот это в своей жизни притянула а почему его с таким убеждением там долго шла и вот на последнем тренинге долгое говоря понимаешь что не здесь это не здесь ну вот на медитации да может давай еще картинки когда это убеждение во мне зародилось и вот это одиннадцатилетняя девочка когда классы в школе разделили я попала в троечники а были хорошисты которые у меня списывали и они были хорошистами и меня никак в течение года не могли мама не смогла перевести в класс где были все мои друзья решение которое приняла что вы решили что я плохая сейчас я вам докажу я всех отличниц научила курить срвала уроки и я прожгла конкретно что в десятом классе мы просили уйти с этой школы и сделала все чтобы доказать что я плохая ну и вот это доказательство то что я не соответствую в жизни 24 года жила с этим осознанием его да в 35 и вот после тренинга во первых очень много картинок идет со школы но раз я вспомнил какой-то же одежде я была какой когти коридор в школе я понимаю что я очень массу чувств в этот момент маленькой юной девочкой прожила и вот а сейчас вот ну что-то щелкает и вот после тренинга тот же самый день не тот же самый день те же самые задачи но как-то я вроде ведь участвовать этих задач совершенно другом я вроде и отдохнула и денег заработал и два фильма посмотрела и с ребенком была и ужин смотрела микроволновку по моему постирала и притом я отдохнула ну как то и день 2-4 часа в сутках а эмоций приходит намного больше в плане разных спектр вот эмоций радуга прям и это чувство есть и это чувство есть я даже не знала что я так могу но я знала как когда туда смотрю и не знаю что происходит потому что другие чувства и деньги вернули про которые я забыла причем даже на тренинге и человек написал который тоже денег кстати должен об этом напомнила я думаю она забыла но что-то замолчала Саша на следующем тренинге отдаст да может быть и так может быть и побыстрее ну какие-то разные роли проигрывают с друзьями с одноклассниками с ребенком со стаж с мамой и вот то что я задумала сейчас не могу просто сказать что это сюрприз для моих близких да это же кайф когда я задумала в тренинге как я хочу именно одну там роль в изобилии проживать и это роскошь изобилия стала стучать прям вот хочешь бери вот хочешь бери ты знаешь у меня удивительно вчера была консультация с удивительной девушкой из москвы и мы нашли с ней один интересный такой аспект прям очень интересный и я хотел с вами здесь поделиться этим аспектом да то есть я желаю видеть богатство она ну то есть это ее слова видеть да я говорю ты же его видишь везде кстати везде и оно стучится везде в тебя да то есть ты смотришь инстаграм как дорогие там выходишь на улицу видишь как дорогие машины проезжают да ты проезжаешь мимо банков ты это все видишь все бинго консультация закончилась ты же хотела видеть это все видишь на самом деле сейчас по вере вашей вам дано будет так интересно сказано да то есть то что мы сейчас имеем вот данный момент времени это все то во что мы верим и задача посмотреть знаете как в том анекдоте я всегда его люблю когда девочка поймала маленькая золотую рыбку и говорит я тебе исполню любые три желания и рыбный он говорит а можно у меня чтобы волосики вот так из носа росли да можно а можно чтобы коленки были назад да можно а можно там чтобы меня вот так вот штырила и колбасит да можно ну сделал ее там штырит колбасит коленки назад волосы вот так вот это чё будет богатство здоровья там красоты не попросила чем можно было да вот этот момент по поверье нашей мы создаем все что вокруг нас происходит так это интересно руслан а можно чуть дальше с камерой уйти уже на место да прям вот она как-то уцветит глаза да она меня вышибает просто вышибает нас еще она не сказала ничего да слушаем тебя дорогая это не первый тренинг моей жизни могу сказать что по качеству один такой на из самых эмоциональных который вышиб меня настолько что до сих пор догоняет по ощущениям вот реально приходят какие-то эмоциональное сознание какие-то установки вот прям какими-то картинками что-то делаю да мне прям какие-то пазлы складываются это как о точно как это так ничего себе и причем большинство но все и с детства но при этом я сейчас нахожусь дуальности у меня вот такое состояние что эмоционально кайф я поняла что я готова проживать эти медитации они мне полезны они мне нужны я с нетерпением жду еще одного тренинга однако игры разума меня не покидает какое счастье я так люблю копаться вещах но у меня какая-то это моя черта всегда отличающая меня кругу мои знакомых за что меня прям ты достала насколько можно ну неужели нельзя вот так легко принять и сказать нет у меня не можно я хочу докопаться до истины вещей и вот после тренинга какие-то моменты они меня все-таки одолевали я кое в чем-то копалась и хоть не пришла сейчас собственно за тем чтобы скучно мне хочу получить какой-то ответ либо убедиться своим да какие хочешь получить ответ прикольно любая истина истина не является она истина лишь только наполовину и любой смысл который происходит только один нем нет никакого смысла все что ты себе придумал это просто придумал ты себе это просто твоя вера но в том-то и дело что возможно нет никакого смысла но по вере ваше вам дано будет и на тренинге мы получаем какую-то теорию да и все-таки эта теория со мной где-то не сходится и не я понимаю что где-то у меня еще что-то вот где-то не сходится не срастается картинка поскольку я такой человек который копается и копается и копается выкинуть нафиг эту лопату я понимаю было бы неплохо однако пока нас так да пока ты с лопаткой верно так заперной такой надеюсь на в клюву не превратится потому что настолько я копаю губоко зачем за тем чтобы ответить на вопрос какой пример я привыкла слушать себя и если я использую всю жизнь слова спасибо я вот ложусь закрываю глаза я проговариваю слово и я чувствую свое тело мне в кайф я говорю слово благодарю мне в кайф я понимаю что я я начинаю искать научное обоснование так что же мне лучше все-таки использовать не то и то почему же все таки спасибо почему же все таки благодарю нахожу такие факты которые опять же что благодарю это циркона там старинский я могу долго сейчас разговаривать потому что я долго об этом чертала давай-давай остановимся смотри сегодня была такая интересная тоже консультация у меня да с девушкой я ведь не могу понять это на слово благодарю мне не ложится мне все для как ты его говоришь там любимый я тебе благодарна никто не благ кроме бога единого это иисус христос да но не подвергается сомнения да то есть благо это бог бога дарю а ты ему говорю что говоришь я тебе богом дарна богом дана а в это ты не веришь и если ты в это не веришь тебе начинает резонировать то есть не вера в эту ситуацию что она ему богом дана и ты об этом ему постоянно говоришь и сама в это не веришь мы там покопались нашли где-то есть ситуация это очень интересно и опять же да я тебя благодарю да бога дарю тебя как это но это это просто куда-то улетела в страну потерянных вещей сама сама конструкция мысль ваша энергия заряженная не дошла до того чтобы подарить бога то есть я тебе благ бога дарю да то есть был благодарю тебе тогда да тогда но прям раз и ложится это так удивительно просто смотреть на конструкцию вот на саму конструкцию что ты говоришь потому что любая с любая вот эта конструкция это твоя молитва ты произносишь господу что ты желаешь проживать в этот момент у нас же мозг хитер и коварин он же не даст этого сделать да так придумали все тебе расскажут что это старославянский староцерковный есть язык язык это конструкция слов и в этой конструкции слов работает тело это примерно тело само по себе очень интересный такой момент да она же там нейрокритикальная система и она очень интересно работает ну к примеру вот лимон да вот сейчас вот сюда лимон положить что произойдет тут же мгновенно с телом склюна отделения почему это не это рифлет это память да то есть включается биологическая программа мне нужно выделить больше слюны для того чтобы когда зашла кислота она не обожгла пищевод или желудок поэтому должна разбавиться то есть тело очень умное в этом моменте и так она включает биологические программы то есть когда человек видит одну и ту же боль может включиться биологическая программа это болезнь любая болезнь от насморка до рака включается мозгом и задача психолога психотерапевта просто посмотреть а что с тобой происходит данный момент если ты болеешь смотреть ну то есть почему ты болеешь и не выздоравливаешь ну что если ты болеешь у тебя контекст голове болеет и что происходит дальше дальше больше по-другому всегда когда дальше потом больше потом по-другому это болезнь почему не больница здравница да тоже интересно то есть да да почему то есть приврали для чего не нет да не уничтожить не ослабить нет для того чтобы можно было управлять то есть вот советский союз он чем удивителен да то есть это вот ну скажем так столетняя история до столетняя история ты как минимум пять поколений как минимум да а то может быть и больше и в этих пяти поколениях передавался один и тот же сценарий пока вот таких вот интересных два которых вот ну прям видно на поверхности да первое то и мы не рабы рабы не мы не пространстве не читается то есть это мысль и образ мы рабы и все что мы производим то есть мы живем как рабы наша главная задача работать мы не сейчас не будем уходить в глубину этого контекста да и второй очень интересный такой аспект да это делал людям так как ты хочешь чтобы сделали тебе этих два вируса они реально рушат людей и сейчас очень интересный такой момент независимости от достатка человека вот реально независимости да то есть ну есть люди которые там с таким достатком с таким достатком с таким достатком в таким достатком там мосток говорит что да я умнее тебя да потому что я зарабатываю больше да ну проживаем мы одни и те же сценарии просто в разных степеней у всех одинаковые моменты потому что те сценарии они пришли нам из пятого шестого поколения очень много интересных моментов особенно сейчас детьми вот сейчас вот в этом новом времени интересном да в крушении вот этих всех иллюзий старых очень много интересных моментов работы с детьми потому что они уже намного выше по излучению идут да дети потому что земля уже в других вибрациях находится и они не принимают наши сценарии это нас бесит и слава богу что не принимает потому что если бы они принимали бы это было бы шестое поколение седьмое поколение в тех же самых вибрациях тогда люди просто умирать будут в детстве потому что земля на сегодняшний день излучает очень мощное количество совершенно другое количество мегагерц там или килогерц с физикой у меня плохо то есть раньше 7-8 килогерц она излучала то есть люди все 7-8 герцовые генераторы земля сейчас излучает 32 герца это средняя статистика теперь представьте вот простая ситуация мы берем ваш телефон до который вы так любите смотреть включаем туда 32 вольта вместо 3 чет не произойдет бах и то же самое происходит с людьми то же самое рак инфаркты инсульты все переполнены сейчас делать операцию у нас программе на дальнем востоке допустим четвертой степени до рака очередь на 3 на 4 месяца ему уже не надо будет все переполнено до основания потому что люди просто горят потому что проживать дальше в этих сценариях ну нет никакого смысла это травматично очень и задача психологов показать что чем можно было по-другому да можно да на самом деле можно и чудеса происходит почему я попросил девчонок примерно рассказать о тренинге как было к ну то есть вы их знаете они не всех людей которые просто врут происходят чудеса просто чудеса когда человек просто осознает глубину самого себя скажем но если образным языком открывает колодец которым воняет то есть ты открыл там где-то испугался а когда ты испугался ты посеял зернышко зернышко беспокойство зернышко раздражения зернышко доказательства зернышко там ну то есть их там шесть аспектов основных я тебе докажу несмотря ни на что очень много таких интересных моментов я буду бороться стираться добиваться я буду ставить цели идти к ним но все эти иллюзии вот этой вот концепции которые люди себе выставляют только для того чтобы им было больно а зачем а чем можно было по-другому да можно но тебе штат мне одна девочка в москве очень хорошо сказала и чудо бит хочешь сказать что на тренинге же все ты говорят друг другу что ты хочешь сказать что сейчас подойду форточки открою и скажу посыпьтесь мне деньги да и они посыпятся деньги может быть и посыпется вопрос тебе форточку или нет а ты-то веришь что они посыпятся тебе или еще одна такая удивительная мыслеформа да тоже парень в москве у меня на тренинге я хочу стать миллиардером и гну классно здорово миллиардер там долларов и хорошо вообще классно скажи а зачем ну просто интересно да тут миллиардера зачем чтобы стать спокойным а конструкция слова спокойно как спокойником спокоим упокоиться а зачем говорите миллиард мертвым поэтому и не дают поверьте ваше вам дано будет то есть те мыслиформы которые мы говорим мы рассказываем что мы верим и когда ты выстраиваешь правильную конструкцию речи и осознаешь откуда-то тебе нужно взять психическую силу для того чтобы реализовать этот скажем так мягко проект любой который есть протяжении этого дня потому что все равно в нем нет никакого смысла просто момент такой если ты хочешь чего-то и это уже у кого-то есть значит это не недостижим но по сути своей правильно же да эти это недостижимо то есть просто подумать какая его вера в это и почему у тебя этого нет еще самый интересный момент такой который нужно посмотреть а почему тебя это раздражает что у него есть у тебя нет чем этот человек тебе прикид потому что там же нравственно исключается сразу же да и ценности и мораль и совесть мы его новый бедный но честно зачем нам быть богатыми да для чего это же глупость или деньги это грязь да у кого там поймали мы смотрели да 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 он подарила сценарий да или ты же да вот они прям поймалась прямо на этом моменте да то есть они сидят разговаривать это зачем он тебе надо же в замке то то есть надо же если ты любишь значит надо в шалаше что-то да я тебе скажу милый хоть президент российской федерации в шалаше сучок залезет в одно мягкое место да и больно и там ну согласен я тебе скажу шалаш он в африке шалаш какая разница ну там ковид и сено подняло да а чё не в замке а чё можно было да а чё не в доме а чё не в хорошей квартире а а а и а и а а и Субтитры создавал DimaTorzok